Дорогами мощности и стойкости патриотичные диалоговые пляцовки прошли у Могилевской области. У Вялыничих дали старт проекту на шаткам Вяликой Перамоги. Как организована летняя занятость для студентов и молодых. Про это не только и далее в программе. При взвороте грамадян мясовая улада должна больше уважливо подходить к проблемам и принимать больше уваженные решения. Такую думку выказал старшиня Могилевского облаканкама Анатолий Саченко на выездном приеме грамадян в Костюковичах. Со своими питаниями до керавника в области приехали так само жахары с Крышевского и Хотимского районов. У увезцы студенец Костюковичского района 76 дворов. Водозабеспечения тут колодежные. Их усяху пять у населенном пункте, где вода отповедая санитарным нормам. По словам местовых жахаров, некоторым с ведрами приходится исти полтора километра. Вельми обрадовались, когда увезку провели водопроводную магистраль. Однако радость была недолгой. У нас в деревне проходило собрание. Приезжали представители с райисполкома и с водоканала. И объявили нам, что нам за воду надо будет за магистраль, не в вод дом, а за магистраль, заплатить 1860 рублей. С каждого дома? С каждого дома. Денег таких у нас нет. Керавник в области уважливо выслухал Вясковцев, які записались на прием коллективно. Нам объяснили, что ввод в дом, кто желает, будет платный, а магистраль и колонки будут за счет государства. Мы очень довольны. Спасибо большое губернатору и всем, кто помог нам решить этот вопрос. Есть государственная программа, мы проводим воду. Единственное, конечно, мы не успеваем всем сразу одновременно. Но в целом движение идет, и в целом мы занимаемся этой работой. Конечно, хотелось бы, если люди хотят ускориться, хотелось бы, может, где-то и в складчину делать. Это тоже неплохо. Где-то мы подвели магистраль, а люди, какие-то другие участки. У большинства жихары свертались с бытовыми проблемами, які выражальны на мясцовому зроуне, до прикладу. Жихарка-везки Липовка Костюковицкого района Вера Мартын теперь сподяется, что угноени от восьми корол-суседев не будут плыть у яи огород. А вот жихарка Хотимского района Светлана Смирнова за бюджетные сродки побудовала дом у везцы. Однако не покинула ведомостный дом у Хотимску и корыстается им 30 годов, бо организация, якую ее належу, ликвидована. Про суд хотела приватизовать трехкватерную нерухомость. Не отрымалася. Вы решила звернуться до керовника в области. Однако отказ был конкретным. Выконать постановление суда, покинуть чужое жилье. А райвыконкаму доручил, зарабить там арендное жилье для трех семей. Когда люди обращаются, все-таки местным властям надо более внимательно подходить и более принимать взвешенные решения. Татьяна Сергеевичек, Миколай Соболев. Новины региона. По традиции, жихары в области смогут звернуться с хвалюющими питаниями до процентуникова улада у субботу. Другого лепеня промыть телефонные линии продать у Могилеве, Бабруйску, а так само во всех райвыконкамах Могилевшины. Так, с 9 до 12 годин у Могилевским облывыконкаме промыть телефонную линию, проведя наместник старшини облывыконкама Валеры Малашка. Коли у вас есть питания по социально-культурной сфере и идеологичной работе, адукации, ахове здоровья, телефонуйте номер у Могилеве 50 18 69. Так само можно выказать зауваги, тяпропановы по сфере спорту и туризму, по оздоровлению гуманитарной деянности. У Могилевским облывыконкаме в этот раз ваше телефонование будет принимать керавник с правами Сергея Шемкаренко, а в Бабруйску правую телефонную линию проведя Ольга Жук, наместник старшини Бабруйского облывыконкама. В годы великой чинной войны партизаны и ополченцы дали отпор фашизму и показали приклад сопраудного героизма. Объеднали сотни тысяч беларусов. Геноциты и историческая правда – темы диалоговых пляцовок патриотичного проекта дорогами можности и стойкости. Инициатором их стало Товариство Веды. Проходили диалоговые пляцовки и у Могилевской области. Только факты и знищение мифов. Например, что оккупация нашей страны в годы великой чинной принесла бы народу Беларуси счастье. Сгодно с официйными документами фашисты уже тогда выбрали для беларусов иншую будущую. Если бы не победили, наши перспективы по их планированию утвержден, миллион триста тысяч сельскохозяйственных рабочих, рабов, вот в Могилеве жило бы 20 тысяч немецких колонистов и 40 тысяч беларуских рабов. Соответственно, 20 тысяч Бобруйский и 45 или 50 тысяч беларусов. Ну, где-то средняя пропорция один к двум. На одного немца два раба. В Минске 50 тысяч немецких колонистов, 100 тысяч рабов. Это чтобы не было никаких иллюзий. Много объединяющих позиций, которые в нашем обществе позволяют нашим людям сделать правильные выводы и, конечно же, всем вместе сохранять нашу историю, развивать страну и думать о будущем. Немало говорилось и нас встреча об героях великой чины войны, яких выховала беларуская земля. Дорогие, подчас свята Дня незалежности у гонор земляков в Могилевском районе будет открыта еще одна памятная дошка. В Могилеве дыжжевой водой залила стояки кватер с 9 по 1 поверх одразу у некоторых домах. Особливо потерпели кватеры жахару домов по адресу Каштановая 23 и Каштановая 8. Причина надзвычайного оздарения, говорят коммунальники, система ливневой канализации не вытремала моцного потока воды. А дыжевая вода не только сапсывала интерьеры, а и покинула людей без электричности. Кватера Алены Устиновой размещена на четвертом по версии 9 по верховке. При этом я надзалком опыдулся залитой дыжевой водой. Алена кажа, лило так, что и ныне поспевали ведра подставлять. Дыжевые птичьи, кошачьи, все это лилось сюда. С этого туалета, с вытяжки, потоком таким дребезжало, лило, брыскалось. А в этот час у кватерых на опошних поверхах дошли прямо со стуле. Вода стояла по шиколотку. Господары кватер ратовали свою майомость, як могли. Вось виды, якое они поспели снять у перепынках помеж сменой тазиков на ведра. Вода-вода, кругом вода. Вскрыли обои, потому что здесь был пузырь. Вот мы их вскрывали этим шилом. Шилом вскрывали и выдавливали воду, потому что пузырем налилась вода. У вынику за полгодины ливня кватер Рыжихароу дома 23 по улице Каштановой залила с 9 по 1 по верх. Хорошо, что все были дома. Я с ночной смены с работы пришла. Мама, она пенсионерка дома была. Соседка пенсионерка. Но мы всеми усилиями, что возможно было, тряпки, тазы, ведра, все вычерепывали. И видите, как оно на площадке все таким потоком лило, что всю побелку разлило, размыло. И вся грязь эта пошла вниз. Умыток безпеки лифты в доме пришлось испынить, дом обесточить. Причину залития целых стояк акватер дожжовой водой коммунальники выявили худко. Не выдержала система ливневой канализации. То есть она давление и произошла разгерметизация. С чем это связано? С тем, что было забито, не забито? Нет, не забито. Просто поток, большой поток воды. И поэтому не выдержала. Такая ж система ливневой канализации не вытримала и в доме 8 по улице Каштановой. У вынику у двух домах кватеры залило водой. Все мы устранили, сделали дополнительное крепление к существующему, дополнительно еще закрепили ее. То есть там уже гарантированно не повторится. Людям поможем, само собой составим акты об ущербе и, естественно, ущербе возместятся. Аликали гэта сдарится, коммунальники не удокладнили. Ця перчихары потерпелых кватер сушат свою майомость и со стярогой выучают прогноз на дворья. Ливень показал, что проблема носит системный характер, а тому подробуя одного конструктивного инженерного решения. Наталья Ильинч, Александр Тарасов, Новинрегиона. Як инвалиду-колясочнику добиться, как у доме зробили пандус. Проблема хвалюю Могилючанку Татьяну Адамовну с бульвара Непакораных. Яна живе на другим поверсии пятиповерхового дома без лифта и марыць самостойно выезжать на прогулку. Гэтую тему яна огушила в программе «Губернатор онлайн» с уделом кероника в области Анатолия Исаженки, якая у красавяку была у промым эфиры на телеканале «Беларусь-Чатыры Могилёв». Понимаете, я, например, не считаю себя такой старой, чтобы сидеть дома. Мне 53 года, я хочу выйти на улицу, я хочу поехать на концерт какой-то съездить. Вот даже цирк приехал, хочу сходить. Я не могу ничего сделать. Я полностью обездвижена. Татьяна Адамовна рассказывает, пять годов тому захворела, и реальностью для ее стала инвалидная коляска. Спуститься с другого поверху у доми без лифта теперь без допомоги не может означать прогулки на свежем поветре редкие и короткие. Вот одна проблема – это выйти на улицу. Так мне помогает соседка, с первого этажа приходит, говорю, коляска уже, передние колеса поломались, ну, по лестнице прыгать. С дочкой меня выносит и заносит также на руках. И не знаю, куда звонить, где добиться этого пандуса или подъемного устройства какого-то. Хотя бы мне говорю, тут надо четыре деревяшки привить к стене, чтобы надкидной был. Зрабить откидный пандус на Олесичный марше у доме второй забудовы немогчимо, кажутся коммунальники. Один вариант – индивидуальный ступенька ход. Могилевский гарвы Канкам зараз отшукувая могчимости притягнение спонсоров для набытя гэтой техники. Бо законодавством не продугреджена покупка за бюджет ступенька ходов. Татьяна Сергеичек, Александр Артемьев, Новины региона. Светкование Дня Незалежности в Могилеве в прямом эфире покажет телеканал «Беларусь-4 Могилев». Трансляция святочного мероприемства и великого концерта «Словши славы» начнется 3 липня, в 21.00. У святочного шоу программы удельничают лепшие артисты и творческие коллективы Могилевской области, а так само запрошенные гости. Концерт завершится агульно-республиканской акцией, проспеваем гимн разом и святочным фейерверком. Для студентов и прасуны молоди заняток у летний период уже стал традицией. 11 педагогичных студентских отрадов сформированы у Могилевской области. До працы у детячих оздоровленчих лагерях приступили 123 человеки. Только у оздоровленчих лагеря Любуш працуют два педагогичные отрады. У детячих лагерях усе, как мае быть. Природа, детячие усмешки и шмат мероприемств. Традиционно у летние лагеря накеровываются студенты педагогичных специальностей. Они проходят практику и заработают. У Любуши працует одразу два статрады. Первое имя Гришина. У них только студенты-практиканты. Другие молодость. У его склад уважены и выкладчики. На речи многие из працы у молодца у лагеря проезжают не в першиню. Для христины это уже четвертый год. Я работаю в университете с уже именно осознанным возрастом. То есть это уже от 17 до... у энного количества именно возраста энного. А здесь дети именно вот этот возраст, когда вот от 6 до 17. И вот эта вот атмосфера, то есть всегда вечно молодая, можно так сказать. Потому что, ну, от них что-то ты подпитываешь. Все равно какую-то энергию, какое-то что-то новое. То есть, потому что, грубо говоря, быть всегда в тренде. Потому что за трендом так не поспишь. Вожатые и выховальники упершую чаргу у отказа за детей. И они допомогают им провести лето корыстно, весело и беспешно. Лето проходит отлично. Вожатые классные. Мне здесь нравится. Правда, жарко. И это единственный минус. Почему выбрали отдых в Любужи? В Любужи, потому что я здесь не первый раз. Мне здесь очень понравилось. Ну, хорошая вожатая. У Любужи 8 отрадов для юнаков родственного взросла. Насте больше за все подобается працевать с взрослом от 10 до 13 годов. На этом возрасте мне больше всего нравится работать. Потому что маленькие, с ними нужно больше какого-то тепла. А эти ребята больше понимают конкретики. Я люблю больше конкретику. У Любужи запланованы 4-летние смены. За этот час плануется здоровить больше 600 тысяч детей. Дети с удовольствием приезжают в наш лагерь. Они даже списываются с вожатыми. Они очень дружат. И эта дружба прям чувствуется, видна. Благодаря этой дружбе ребята прям очень просят, наверное, родителей, чтобы именно в этот лагерь, ни в какой другой, ни в какой другой они не хотят. Дети с удовольствием сюда прилетают, просто прилетают. Потому что заявок очень много, даже сверх. Если мы можем принять 178 детей, то у нас заявок более 250. Нарышу в лагерь уже началась другая оздоровленная змена. Сергей Пеклин, Александр Тарасов. Новина региона. И про надворы. Желтые взрывы небеспеки обвешают синоптики на пятницу. Будет спякотно. Прогнозуется сонечно. Слабый ветер. Температура поветра в ночи плюс 12, плюс 17. А вот у день я еще больше спякотно. Плюс 28, плюс 32 градусы. По информации облгидромета на Могилёши не будет пановать в область повышенного атмосферного тиску и теплая поветранная масса. Другого липеня характер на дворе и температурный фон практически не изменится. А вот третьего липеня еще больше спякотно. Местами до плюс 33 градусов. А лемах, чем и краткочасовые опадки. Самые актуальные новины в области на нашем сайте и в телеграм-канале «Беларусь-Чатыры Могилёв». Долучайтеся. А так само глядите нас в социальных сетках. Я на этом с вами развитываюсь и ожидаю вам только добрых новинов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова